Встречи с ангоносанами неизбежно навевали на нас печальные мысли о том, как изменился этот народ с тех пор, как началась эпоха активного освоения Севера. Советская власть пришла на Таймыр в начале 30-х годов 20-го века. Ее принесли на крыльях летчики, романтики покорения Севера. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Вряд ли они догадывались, что принесли гибель целому народу. Таймырские старики до сих пор с ужасом рассказывают о какой-то женщине с глобусом, которая увлеченно несла просвещение темному народу. «Прячь детей! Шайтан-баба с круглым камнем едет!» – говаривали тогда и неспроста. Просветительница и ее помощники забирали детей и отправляли в город, в интернат, делать из темных потомков оленеводов, образцовых строителей светлого будущего. Оставшиеся без детей матери быстро спивались. Отцы тоже. Шаманов же, как носителей чуждых советской власти учений, сажали в лагеря. Дети шамана Дюходе, братья Дюменмей и Тубяку, тоже стали жертвами советской охоты на шаманов. «Мы люди безверующие. Ты же православный, да?» «Я нет». «А почему Нганасаны сейчас перестали оленями заниматься?» «Просто оленей не стало». «А куда они все делись?» «Съел в советское государство». «Откад shut produтора». Продолжение следует...